Ну а теперь обо всем. Подробнее, какова роль образования и науки в развитии экономики Дагестана. Об этом говорили на совещании у главы республики Рамазана Блатипова. На встречу пригласили руководителей профильных министерств предприятий, ректоров вуза и ученых. Подробности у Патимат Бурзиевой. Руководители вузов и предприятий за одним столом. Глава Дагестана на это совещание пригласил их всех не случайно. Каждый год в регионе выпускают несколько тысяч дипломированных специалистов. Но почему-то квалифицированных кадров не хватает в области промышленности, сельского хозяйства, менеджмента и ЖКХ. К сожалению, не все высшие и среднеучебные заведения сотрудничают вплотную с производственниками. Не хватает специалистов и рабочих кадров. Вот даже там, где мы ставим новое оборудование, специалистов нет, чтобы работать на этом оборудовании. А если мы будем развиваться, откуда мы кадров возьмем? Организуйте комплексную вместе с правительством комиссии по проверке всех вузов, которые работают в Дагестане. Всех и в первую очередь наших флагманов шести вузов. Первый, проверить перечень профессий, насколько это сегодня актуально для Дагестана. Второй, компетенции и специализации конкретные, не вообще из стандартов исходя. Меня интересует, насколько эти специалисты отвечают нашим потребностям. И второе, вот эту практику, которая есть, создавать около вуза техникум и профессионально-технические училища, эту практику надо развивать. На повестке дня обсудили деятельность ученых в регионе, которые, по мнению Абдулатипова, должны предлагать новые идеи для развития производства, экономики и подготовки квалифицированных кадров. Однако наука, образование и экономика не взаимодействуют друг с другом на должном уровне. Для того, чтобы обеспечить высокий уровень производительности труда, прежде всего нужна наука. Нужен научно-технический прогресс. Нужны кадры, которые способны обеспечить этот высокий уровень производительности труда. Нужна новая технологическая культура. Промышленные предприятия и наши вузы и Академии наук должны иметь общие планы. Общие планы. Скоординированные планы. Я просил бы и заводы, и вузы, и Академии наук проанализировать постановление правительства Российской Федерации о первоочередних мерах, опережающих развитие Республики Дагестан, которые изданы в декабре прошлого года. Вы знаете, какие труди, усилия были приложены, чтобы это постановление вышло? Надо еще раз посмотреть в вузы и Академии наук, как мы пересматриваем, насколько нужно, сколько человек. Но в сфере образования за последние два года было сделано немало. Максимально прозрачные объективно провели ЕГЭ. Проверили и образовательные учреждения. После выявления грубейших нарушений 9 колледжей закрыли. Состояние, которое имело место в профессионально-образовательных учреждениях под ведомственным министерством образования. Их насчитывалось, как я еще отметил, 32 учреждения. По мониторингу, анализу деятельности этих учреждений были выявлены многочисленные, просто подчеркнули, грубейшие нарушения деятельности. Это и привлечение численности контингента обучающих. Зачастую мы не скрываем об этом и говорим, что были, условно говоря, мертвые души. Более двух тысяч человек в профессиональной группе создавались. Мы понимаем, для чего эти группы создавались и какой конечный результат имело это место. Экономика республики нуждается в помощи дагестанских ученых. Она необходима в вопросах земли, импортозамещения, менеджмента на предприятиях, развития горных территорий. Тем более, что программа по решению последней проблемы уже утверждена. Но ни одного предложения от научно-исследовательского института так и не поступило. И самое главное сегодня, от чего мы страдаем? Отсутствие соответствующего современного менеджмента на предприятиях. Что я имею в виду? Это, конечно, умение работы в принчатых условиях. При капитализме, как вы говорите, Роман Дмитриевич, необходимо нам сегодня находиться на заказы, в том числе принимая участие в государственных программах и федеральных целевых программах Российской Федерации. Естественно, организовать выпуск качественной, высококачественной продукции, но и не менее важно найти рейтинг этой продукции. И я хотел бы, чтобы в этом условии, в вопросах, особенно в вопросах импортозамещения, особая роль должна приезжать. Подводя итоги, глава Дагестана дал ряд указаний. Открыть кафедры при каждом профильном министерстве и предприятии, чтобы студенты набирались там опыта и могли впоследствии трудоустроиться. Необходимо создать Центр современных технологий в Каспийске, а также составить реестр проектов, которые имеются для дальнейшей их реализации. И самое главное – подготовиться к проведению первого образовательного форума в республике. Патиман Бурзиева, Руслан Гаджиев. Время новостей.